Молитвами Святых Отец Наших и Порока Ильи, Державного Владыки Нашего, Господи Иисусе Христе Божий Наш, помилуй нас. Аминь. Братья и сестры, Христос Воскресе! Азы, Милости Божией, Митрополит Русской Православной Церкви Царской Империи Служащей, Ануфрий, и всем сердцем желающий быть верно подданным помазанника Божия. Таково ли есть, на самом деле Бог знает. Как и все вы, мне очень большое желание сердцем записать свое несогласие и свое возмущение с этими богохульными статьями этого главного закона этой сатанинской организации РФИ. А именно 29 статья, которая уравняла все религии, сатанизм, оккультизм, то есть все те, кто зарегистрированы в этой РФИ, они все являются законными религиями. И так же уравняли и Святое Православие, к которому мы с вами относимся. И так же против второй статьи Конституции, где сказано, что высшей ценностью является человек. Никак нет. Для нас, православных христиан, высшей ценностью является Пресвятая Троица, Господь наш, Трияпостасный. Так вот, слово свое хотел бы обратить, разделить его на три, к трем категориям людей. Первая категория людей, это люди, которые явно хулят, помазанника Божия, Церковь Христову. Вторая категория людей, это те люди, у которых нет веры, которые ждут помазанника Божия, но все никак не могут дождаться, тогда, когда помазанник Божий уже явлен. И третий, братья и сестры, это все вы наши, братья и сестры, которым мне хотелось бы сказать слово. Если Бог благословит, то мы это постараемся сделать с Божьей помощью. Ну так вот, вначале первое слово хотел бы обратить ко всем людям хулящих, Церковь Христову, помазанника Божия, глумящимся над нами, строящие на всякие разные козни, заходящие в алтари святые, пинающие иконы, спиливающие кресты. Вам не страшно? Вы себя так ведете, как будто вы всемогущие вседержители. Вы знаете, почему я так обрадовался? Потому что время ваше приходит. Если вы раньше глумились, когда не действовало то, что мы вам говорили, то вот, по всей видимости, время ваше приходит. И вы знаете, мне вас честно жалко. Жалко вас, жалко вашей семьи. Вот смотрите. Сегодня получилось вести. Один человек похулил помазанника, похулил Церковь Христову, поехал на мотоцикле, упал, сломал шейку бедра. Ну вроде бы ничего такого серьезного, да? Может быть это и не поэтому, что он так хулил и так относился. Другой пример. Священник, непонимающий, хулил жесткий нам строил козни в Церкви Христовой, имею в виду. Хулил обзывал помазанника Божия. Обращался в органы с погонами, которые также строили нам козни. Этот батюничка умер. Это мягко сказано. Что и как, я обстоятельства не знаю. И поэтому в ваше время пришло. Как вы думаете, Бог Отец, пославший Сына Своего Единородного, Который кровь всю на кресте пролил, в нашей городе спасения. Как вы думаете, тот Господь, Который Церковь Христов создал свою, над Которой вы глумитесь, иконочки, которые вы пинаете, аутарьева святая святых, Которой вы заходите. Как вы думаете, Бог, Который вездесущий и всемогущий, раз я может стерпеть такое углумление над Сыном Своим Единородным? В нашей городе спасения Господь попустил, чтобы Господь наш Иисус Христ, Бог Отец попустил, чтобы Господь наш Иисус Христос на кресте страдал и претерпевал все эти мучения. В нашей городе спасения. Но когда ныне вы клевещете на помазанника Божия, вы клевещете на Церковь Христову, которую Господь в честной Своей крови на кресте обручил себе в невесту единую, а вы так ведете себя, как будто вы все можете. Смотрите. Давайте посмотрим. Мне вас правда очень жалко. Всех вас. И вы знаете, я вам больше скажу. Мы знаем все ваши имена, мы помним все ваши поступки. Поэтому, если Богу будет угодно, мы начнем читать молитвы заклинательные и будем просить Бога Отца молитвами заклинательными, чтобы Он вас освободил от духов нечистых. И посмотрим, будет ли иметь силу наше слово и наше действие, если Бог благословит, еще раз говорю. или нет. Но даже если ныне вас ничего не постигнет откровение Иоанна Богослова говорит нам, каким страшным казнем будет подлежать все те, кто примет на себе или образ вери, или печать имени Его. Это тому, кому вы все верно служите. Поэтому я вам, правда, не завидую. И время уже началось. Я же говорю, посмотрите. Я же говорю, это ни к чему не относится. Священник умер, который хулил, поносил. Человек поехал просто и шейку бедра смололол. Это же, ну, серьезно. Еще у нас есть примеры. Действуйте, как вам Бог попускает. Только помните, умирать очень страшно. Очень страшно предстоит перед тем, и когда ты ничего не можешь уже изменить. Это очень страшно. Я умирал на секундочку. Я вам говорил многим всем, многим людям. И поэтому это очень страшно. Как бы ты здесь ни ржал, ни глумился, посмотрим, что будет потом. Каждый человек умрет. И ты, судья неправеннейший, и ты, носящий погоны, думающий, что ты служишь ради того, чтобы дети у тебя сыты были, и чтобы ты деньги получал, при этом глумясь и понося церковь в крестовую и, наверное, подданным помазанником Божьим. Ну, давайте посмотрим. Ведь все люди умрут. Так, так. Неужели тебе не страшно? Что ты скажешь, правильные уши судьи? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!